Приветствую всех моих подписчиков, тех, кто ещё не подписан. Подписывайтесь, вас ждут самые интересные видеоролики на моём канале. Сегодня этот видеоролик, если честно, опять же, был записан специально по просьбе моего подписчика. Стояла цель сделать мощный повышающий преобразователь с 12 на 220. Основное достоинство данного преобразователя, простота сборки, выполнен по двухтактной схеме, всего два полевых транзистора без каких-либо задающих генераторов. То есть, если даже не имеется опыт работы в этом именно деле в электронике, но есть желание собрать преобразователь, то вы можете его сделать своими руками. Все компоненты можно из подручного хлама достать. Насчёт параметров преобразователя, к сожалению, выходная частота переменная, но вы легко можете превратить в постоянный ток, устанавливая на выходе диодный выпрямитель и небольшой конденсатор с расчётной ёмкостью где-то в 100 микрофарад при напряжении 400 Вольт. Можно и ёмкость взять поменьше. По сути, это резонансный своего рода преобразователь, поскольку рабочая частота зависит от LC контура конкретной. В качестве L, то есть катушки, у нас идёт первичная обмотка трансформатора, и установлена параллельно ей небольшая ёмкость, конденсатор 400 Вольт, 2,2 микрофарада. Но, конечно же, путём экспериментов вы можете на любую частоту буквально настроить. Ну и, конечно же, из затворных ограничительных резисторов, они тоже влияют на частоту работы нашего преобразователя. Два дросселя установлены, есть несколько топологий данной схемы, то есть с средней точкой на трансформаторе и без средней точки, то есть обмотка не имеет отвод. В качестве силовых ключей я применил довольно мощные канальные полевые транзисторы высоковольтного типа серии IRF-P260N. 200-вольтные ключи, если память не изменяет, но можете заменить на любые низковольтные, то есть IRF-Z24, IRF-Z44, IRF-Z40, 46, 48, IRF-3205, IRF-Z1410 и так далее. В общем, мощность, конечно же, в первую очередь зависит от трансформатора и, конечно же, полевых транзисторов, которые качают этот трансформатор. Ну и насчёт реальной мощности схемы, схема вам легко позволит снять до 500 Вт, внимание, полкиловатта выходной мощности, при этом вот она вся лежит перед вами, никаких задающих цепей и так далее. Ну, эта схема довольно часто встречается в интернете. Я в архиве буду под этим видеороликом. Вы можете увидеть, ну там, помимо ссылок на мой канал, на мой профиль ВКонтакте, на моего мыла и наших сайтов, будет также залит архив TurboBit. Вы можете скачать бесплатный архив со всеми схемами, которые вот, именно те схемы, которые делал я, то есть, стопроцентно проверены и рабочие схемы, и, конечно же, фотоархив, чтобы вы поняли, какой там должен быть монтаж. Ну, на самой плате генератора, помимо транзисторов, установлены также стабилитроны для стабилизации затворного напряжения. Можно использовать стабилитроны с мощностью и в 0,5 Вт, и в 1 Вт, и в 1,3 Вт. Лучше помощнее взять, хотя они не перегреваются. Стабилитроны можно с напряжением стабилизации от, скажем, 10 В до 15 В, в моём случае 15 В стабилитроны применены. Они не критичны, как уже вы заметили, их даже можно убрать из схемы, конечно же, нарушится нормальный рабочий цикл, но всё это дело будет прекрасно работать. Затворные ограничители есть ещё и на 470 Ом, если не ошибаюсь. В моём случае установлены где-то 390 Ом, но их тоже можно отклонять. От 100 до 470 до 680 Ом можно использовать. Помимо этого установлены два диода ультрабыстрого типа UF4007. Можно HR207, HR307, HR107, FR207, FR307, FM107 и так далее. МОК-460 и другие быстродействующие или ультрабыстрые диоды с током минимальным в 1 Ампер можно и помощнее, даже будет лучше. Плата была рисована маникюром, то есть никаких шаблонов печатной платы не просите, увы, нету. Ну, конечно же, разводку можете сделать сами. Думаю, это простая довольно затея. При использовании одного общего теплоотвода для транзисторов обязательно их нужно изолировать с людьми прокладками и изолирующими шайбами. Но в моём случае применены два отдельных теплоотвода. Они не настолько горячие будут, даже при максимальной мощности. Перегреваться у вас будет чуток дроссель по входу. То есть его нужно мотать проводом с эффективным диаметром больше 1 мм, ну, 1,5-2 мм. Дроссели непринципиальны, намотаны на порошковом железе от компьютерных блоков питания. Они там в качестве выходных дросселей. Состоят из 7 до 15 витков. Дело ваше. Мотайте любое количество непринципиально. Насчёт трансформатора я использовал готовый трансформатор для получения 220 вольт. Первичная обмотка в случае обмотки без отвода. Состоит из 8 витков толстого провода, скажем, в 3 или 4 шины. Провод 0,8 мм. Можно и помощнее взять. До, скажем, в случае мощности 500 Вт. Давайте так. Первичная обмотка содержит 7-8 витков по 10 жил провода 0,7 мм. Вторичная обмотка составляет всего 48 витков для, опять же, 500 Вт, провода с диаметром в 1 мм. То есть, можно мотать, конечно же, более тонкими, скажем, 2 жилы по 0,5 мм для более удобной намотки. Можно, я забыл сказать, что схема прелестна тем, что тут можете задействовать готовые трансформаторы. Их очень легко найти в компьютерном блоке питания. При этом ничего перематывать не нужно. Сетевая обмотка, то есть, первичная обмотка, которая в компьютерном блоке является первичной, в этом случае у нас уже вторичная будет. А к среднему выводу, то есть, к коса, да, есть в трансформаторах некоторых, коса подключается вместо средней точки и два 12-вольтовых вывода. Можете распознанием там выводов компьютерных блоков питания посмотреть на некоторых сайтах, есть ли они, в интернете очень легко найти. То есть, 12-вольтовые выводы идут к силовым выводам транзистора, а коса, средний вывод через дроссель у нас идёт на плюс аккумулятора. Схема, повторяю, две вариации, то есть, без средней точки и со средней точки трансформатора, будут вложены в архив вместе с фотографиями преобразователя. Подключена в моём случае лампа накаливания на сотню ватт. Сейчас мы её будем полным накалом засвечивать. Для такого малыша засвечивать эту лампу полным накалом особенно не проблематично. Тут напряжение чуть побольше, поэтому лампа будет гореть больше, чем от сети 220 вольт. Да, весь кадр испортился. Смотрите, никаких схемы видим чётко, что не перегружено. Просто я подключаю, и мигом вспыхает лампа, и всё. Я так могу, к примеру, оставлять часами, никаких проблем. Ну, напряжение, как уже я сказал, переменное высокого номинала. Поэтому для того, чтобы использовать инвертор в реальных целях, вы должны выпрямить эти напряжения. Это напряжение используют только быстродействующие импульсные или ультрабыстрые диоды с расчётным током более 3 А. Можно и в 1 А для малой мощности. Те же самые диоды, которые указат насчёт платы. Дальше небольшой конденсатор. И вы можете спокойно преобразователем запитать, скажем, телевизор, ноутбук, зарядное устройство для портативных устройств и так далее. Именно от постоянного тока можно без проблем запитать все указанные мной приборы. Но, конечно же, не нужно подключать к инвертору активные приборы со сетевым трансформатором или электродвигателем. То есть, холодильник, пылесос, музыкальный центр вам, к сожалению, не удастся запитывать. Взамен DVD-проигрыватель, зарядное устройство от ноутбуков, нетбуков, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, телевизоры любого типа, в том числе и LCD. Даже можно запитывать компьютер без особых проблем. Самый обычный компьютер с этого преобразователя. Ну, на этом, думаю, всё насчёт конденсатора, вот этого. Ёмкость от 1 до 2,2 до 4,7 микрофарад подбирается индивидуально. Для тестов ставьте 2,2 микрофарада с расчётным напряжением 400 В. Возможен небольшой перегрев этого конденсатора в случае транссхемы с одним выводом. То есть, со средней точкой трансформатора. В случае схемы, где нет средней точки с трансформатора, то есть, всего лишь одна обмотка, 2 конца, у вас будут перегреваться дросселя, конденсатор, трансформатор и всё. Транзисторы у вас не перегреваются. Вся мощность идёт на дросселе. В случае трансформатора с соседней точкой у вас будет перегреваться чуток дроссель, один дроссель, транзисторы. Ну и, конечно же, при нагружённой схеме также и трансформатор конденсатора будет перегреваться незначительно. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Повторю, что схема с полным архивом вложена, то есть, полностью со всеми фотографиями. Две вариации вложены в архив, которые вы можете найти в описании этого видеоролика и бесплатно скачать с файла обменника TurboBit. На этом всё. Если, опять же, не подписались на канал, подписывайтесь. Вас ждут новые видеоролики. Всё будет очень интересно. До новых встреч, друзья. С вами, как всегда, был Акакасьян. Пока. Субтитры подогнал «Симон»